И сейчас с нами на связи депутат окружного собрания округа Рок в штате Висконсин и преподаватель коммуникации в университете Висконсина Юрий Рашкин. Юрий, приветствую. Здравствуйте, Дмитрий. Большое спасибо за возможность поговорить с вами, с вашими зрителями. Спасибо. Не кажется ли вам, что вся эта сага несколько затянулась? Есть ли какой-то такой, ну я не знаю, фантастический сценарий, при котором 20 января Трамп говорит, не хочу уходить из Белого дома, я считаю, что я выиграл. Вот выводите меня силы, я не знаю. Вы знаете, это настолько реальный вариант, что, конечно, иронично, потому что это человек, который всю жизнь свои строил здание, а тут его просят покинуть помещение. Но у сотрудники секретной службы, там где-то уже я читал, что они, у них происходит, ну как бы они обсуждают, что делает тогда, если президент отказывает выводить его, не выводить, какие правила в этом случае. У нас страна законов и порядка, поэтому это все будет сделано по закону, я не сомневаюсь. Но какие законы и как и кем они будут использованы, очень интересно, потому что безумный вариант это то, на чем Трамп специализируется. То же самое можно сказать о вот этом переходном периоде транзита власти, ведь нет законодательно прописанного какого-то правила, есть традиция, на которой все и основывается. Сейчас транзита власти не наблюдается. Это делается со стороны Трампа специально и со стороны его людей? Или все-таки это еще один, скажем так, довод в пользу того, что Трамп не принимает легитимность результатов голосования? Это, эти решения на данный момент, вот мы сейчас видим, что блокировка транзита власти происходит благодаря какой-то вот женщине на государственной службе, которая отказывается подписать бумажку, хотя с другой стороны она сама уже активно ищет работу в этом мире после Трампа. Поэтому такое, просто мы опять окружены большим мальчиком, который в своей песочнице кричит на людей и окружает себя в этой песочнице только людьми, которые с ним согласны. И вот сейчас они, кстати, этим и занимаются, они продолжают вычищать несогласных из государственной власти, из правительства. Это как-то с одной стороны он мстителен, просто это все, или начинаешь думать, может быть, он хочет заполнить эти места людьми, которые будут с ним согласны. И тогда, опять же, что будет происходить в следующие два месяца, будем надеяться, что он не начнет войну с Ираном. Очень, это просто очень непредсказуемое время, и он придумал, понимаете, для Байдена всегда было важно выиграть выборы, набрать больше голосов в правильных штатах, выиграть электоральный колледж. Все это, это как бы система Байдена и нормальных американцев. Ситуация Трампа такова, что он просто боится в тюрьме оказаться. Конкретно можно расследовать, как он обогатил свою семью за время того же времени, что он был президентом Emoluments Clause. Можно его расследовать за налоги. Южный там округ Нью-Йорка просто ждет, не дождется, когда на него можно будет наброситься со штатными обвинениями, которые нельзя простить президенту, потому что они не федеральные преступления, а штатные преступления. Поэтому достаточно людей, которые хотят им заняться. Но с другой стороны, мне кажется, что Байден тоже разумен и означает, что сейчас не надо говорить, надо атаковать президента. Надо вначале войти в замок, занять трон, и потом можно говорить, давайте расследовать. В этом смысле Трамп, кстати, сказал, когда его избрали, ему сказали, ну давайте расследовать Хиллари, он сказал, а не будем мы этого делать, и ушел. Так что посмотрим, что произойдет. Тут могут быть очень несколько вариантов, и каждый из них почти что равноправдоподобен. Да, я должен просто сказать, что эта информация для меня чистая новость о каких-либо основаниях расследования против Трампа лично я пока не слышал. А что говорит улица американская? Ведь есть действительно люди, которые голосовали за Трампа, и они вполне возможно идут за своим лидером, который продолжает утверждать, что выборы у него украли. Вы знаете, это интересный момент, потому что так интересно наблюдать за 70 миллионов людей, которые проголосовали за Трампа, как они постепенно приходят к пониманию, осознанию того, что их реальность не совпадает с тем, что говорит президент, и по этому поводу надо что-то делать, потому что им-то надо жить в этом мире. Говорилось, по крайней мере, о том, что Америка переживает едва ли не социальный раскол. Ну, может быть, это и не так, но так нам со стороны здесь кажется и видится. Но ведь действительно, согласитесь, есть четко обозначенный лагерь сторонников Трампа, четко обозначенный лагерь сторонников Байдена, есть еще Black Lives Matter. Все это вместе Байден каким образом собирается, скажем так, разруливать? Это интересный момент, потому что действительно страна, ну, как бы большая взрослая страна, как бы тинейджер уже нам там 200 с чем-то лет, и мы относительно разделились. У нас есть разные регионы, у нас есть демография, и тут как бы будущее таково, что оно контролируется этой демографией. Кто будет где жить, у нас Аризона ушла, значит, теперь стала синей, которая была всегда на республиканской пустыне. Ну, теперь она ушла. Джорджия ушла, но, возможно, там она ушла, потому что образованные люди, хотя мы очень благодарны всем черным людям, которые проголосовали за Байдена и сказали, что Трамп это слишком, но это на самом деле белые образованные люди в пригородах, которые отвернулись от Трампа и сказали, нам такой не нужен, особенно женщины. Когда вы посмотрели на него и поняли, что это просто не джентльмен ни с какой стороны, и решили, что такого президента нам не нужно. И вот тут то, что сделал Байден, ну, просто он действительно сплотил всю страну, потому что люди говорят, нам надо работать вместе. Но вот это и был результат нашей совместной работы. И несмотря на то, что мы как бы все разные, в этом и есть наша сила, в том, что мы все разные, и мы вместе работаем, у всех разные идеи, и нет такой ситуации, когда в одной группе появляется одна мысль. Вот как любят делать, скажем, республиканская партия. И тем не менее, я бы хотел немножко дихотомно к этому подойти и задать вам следующий вопрос. Расовая проблема, она действительно существует, так как ее озвучивают, скажем так, сторонники Трампа? Или это надуманно? Дмитрий, я думаю, что вам и вашим зрителям это должно быть очень легко мне объяснить. Подумайте о том, как спросить еврейского человека в России, о том, есть ли в России антисемитизм. Если спросить еврея, то еврей скажет, ну, как-то да, есть. А если спросить русского, так сказать, нет, Владимир Путин очень хорошо относится к евреям. Ну, и такая же ситуация в Америке. Если вы спросите белого человека, который никогда не пересекается с черным населением, за исключением обслуживающего персонала, то говорит, никаких проблем нет, все хорошо, я ему даю чаевые, он доволен, мы расходим. А если мы говорим о том с точки зрения черных людей, это ужас. Они настолько боятся полиции, что они решили, что лучше выйти на улицу и начать как-то кричать о своих правах, чем сидеть дома и ждать, что их могут случайно пристрелить. Да, ну, походу, понимаете, в чем дело. Я бы согласился с вами, если бы не те кадры, на которых вот, ну, четко, отчетливо видно, что это не просто периодически местами, да, легитимный протест, но еще и погромы и грабеж. Вот к слову о боязни полиции. Хорошо, тогда, Дмитрий, у меня к вам вопрос. Мне всегда казалось, что слово «погром» ассоциируется с атаками на еще определенную этническую группу людей. Здесь мы этого абсолютно не наблюдаем, поэтому я считаю, что слово «погром» здесь, ну, во-первых, неправильно. Я принимаю, я принимаю, я ограничусь грабежом. Спасибо. Мародерство абсолютно. И тут надо понимать, что в любой ситуации, мы бы увидели это в России, если бы были серьезные беспорядки, я уверен, но в любой стране, потому что вначале есть люди, которые протестуют, потом они берут свои семьи и уходят домой. И вот тут важный момент. Если полиция объяснит, что все вот эти люди враги, то тогда они будут на них, на всех нападать, и это тяжело для полиции, это тяжело для людей, это подливает масло в огонь. Если полиции сказать, слушай, у нас вот эти все люди, они наши люди, они замечательные люди, а вот там два человека, которые магазины бьют, надо с ними, надо их ловить. Последний вопрос, Юрий, у меня к вам. Здесь в Израиле относятся к Трампу хорошо, потому что за четыре года его президентства многое, что здесь позитивного с нашей точки зрения произошло. Да, это и перенос посольства в Иерусалим, и признание голландских высот, и весь процесс нормализации сейчас с арабскими странами. Довольно справедливо на самом деле это ставится ему в заслугу, поскольку при нем и им же инициировано. И в этом смысле здесь немножко опасаются, да, несколько опасаются. Даже, скажем так, оппозиция к нашей внутренней нынешней власти тоже опасается прихода Байдена, понимая, что отношения между Ньютоньягу и Байденом в последние годы президентства Обамы, по крайней мере, скажем так, оставляли желать лучшего. Как вам кажется, какую политику будет проводить Байден в отношении Израиля? Дмитрий, это очень большой, очень важный вопрос, и мне кажется, надо начать его с выражения благодарности президенту Обаме, который в 2016 году выделил, если не ошибаюсь, 38 миллиард поддержал, и США выделили самую большую поддержку государству Израиль. Мне кажется, это прекрасно, это важно, и это не надо забывать. После этого у нас появился Трамп, который натворил разных дел. Некоторые из них рассматриваются позитивно, но даже то посольство, о котором вы упомянули, работа-то продолжается где? Работа, насколько я понимаю, продолжается в старом посольстве. Поэтому это показуха, это то, на чем специализируется президент. С другой стороны, он вывел войска из Сирии, он собирается выводить войска из Афганистана, он действует так, как мне кажется, только Владимир Путин мог поддержать. Интересно, откуда идут его инструкции. Поэтому я думаю, что мы можем спорить о деталях, мы даже можем спорить о мотивациях президента. Но я думаю, что резонные люди должны согласиться, что этот президент отличается своим непостоянством. И мне кажется, что в политике, во внешней политике, очень нужно, чтобы было постоянство в этой политике, чтобы люди могли предположить, как государство себя поведет в определенной ситуации, как с ними работать. И это, мне кажется, просто важное качество дипломатии. А то, что происходит сейчас, когда наш президент в данный момент еще 60 с чем-то дней может просто напечатать на твите, и мы пошли на войну, это, мне кажется, очень плохо для любой страны в мире, не важно от того, как она называется и так далее. Я уже не говорю о том, что отношения Трампа с Израилем не всегда казались просто как бы обменными. Я вам, вы мне, как он и делает все свои сделки, всю свою жизнь. Поэтому тут, опять же, не надо думать о том, что у него какие-то особые чувства к Израилю, несмотря на его дочь. У вице-президента следующий, Камала Харрис, муж евреи. Поэтому еврейские корни у нас тут есть, не волнуйтесь. Но нам нужно, я думаю, постоянство в нашей внешней политике. И я думаю, что президент Байден именно даст его. И он уверен, он будет заботиться о государстве Израиль, потому что иначе его не съедят ни евангелисты, его съедят все евреи в Америке, которые голосуют за демократов. Это 80%, если не ошибаюсь, американских евреев, которые голосуют за демократов. И они не дадут никому, мне кажется, обидеть. Хотя тут мне было бы очень приятно, я вам скажу честно, как прогрессивному демократу, если бы я видел больше поддержки от государства Израиль не только республиканцев, а именно демократических лидеров. Потому что, например, у нас же есть люди. Вот этим летом я видел демонстрацию, где люди никогда опять. И они протестовали против депортации иммигрантов. Это замечательно. Это была еврейская группа. Они собрались, они пели песни. И мне кажется, что вот таких людей тоже надо очень поддерживать. Не только думать, что евреи в Америке – это консерваторы. Нет, евреи в Америке – это в основном либералы. Только те, которые говорят по-русски, а это демографически гиблая зона. Поэтому надо понимать, что будущее – это в демократической партии. Я вас понял. Юрий Рашкин, депутат окружного собрания округа РОК в штате Висконстин. Большое вам спасибо за эту беседу. Спасибо вам. И еще одна реклама, после которой поговорим о конфликтах на постсоветском пространстве. И выясним, зачем Реджепу Таипу Эрдогану понадобилось разрешение парламента для ввода войск в Нагорный Карабах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова